Слава тебе, Христе Божий, упование наше! Слава тебе, Христе Божий, Господи Богом! Песня. 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 Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, Мы благодарим вас за то, что вы приехали в этот радостный для нас день, престольный праздник, Вознесения Господня в нашу обитель и совершили торжественное богослужение с крестным кодом вместе с сонным священнослужителем. Наша обитель называется Вознесенская и в честь праздника Вознесения Господня был воздвигнут в Величественный Собор в начале XX века, который был варварски разрушен. Первый храм в обители в корпусе в Келейном был домовый и назван был в честь Иоанна Претечи, ангела-хранителя, небесного покровителя нашего строителя, основателя монастыря, протерея Иоанна Алексеевича Покровского. И вот мы хотим подарить вам на память, в честь вот этого праздника и этого прекрасного богослужения, икону Иоанна Претечи, нашего заступника-покровителя, с чего начиналась наша обитель. И просим ваших святых молитв и благодарим за то, что вы приехали к нам и приглашаем вас приезжать еще. Мы надеемся на это, что вы будете совершать у нас богослужение. Всего Господа, Владыка. Благодарю Матушкой имени Анны за добрые слова, за благопожелание и дорогой подарок. Всех вас, возлюбленные Христе, священные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с престольным праздником, с праздником Дуны 10, вознесение Господне. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубни. Вот так за многие сотни лет до этого неисторического духовного события описывает пророк буквально в двух фразах. Событие, которое неразрывно связано не столько с нашей жизнью, жизнью церковной, но и конкретно спасению каждого из нас, спасению нашей души, спасением всего человечества. Мы вчера на сеночном денье слышали в стихирах такие слова, что ангелы, увидев восхождение лица Иисуса Христа на небо человеческого естества, удивились, ужасались, как это вообще может быть, что оскверненное грехом человеческое естество, осужденное, казалось бы, на вечное мучение, вдруг восходит во святая святых, в те небесные обители, которые наполняют ангелы Божьи. Но мы знаем с вами, что до этого времени, по крайней мере, два человека уже стали насельниками небесного царства. Это праведный Пенок и Илья. Но здесь речь идет совсем о другом. Они были как бы предвозвестниками о сегодняшнем свершении. Господь исцелил в себе человеческое естество. И теперь для каждого из нас открыт новый путь в небесное царство, в райской жизни. Насколько мы окажемся способными и достойными этой жизни, зависит от каждого из нас, от понимания того, что ничто нечистое не может войти в Царствие Божие. Значит, нам нужно постоянно очищать не только свое тело, но и свой внутренний мир. За эти Бог воскликновения, Господь во гласе трубни, восклицали апостолы, те самые ученики Христа, которые на протяжении трех с половиной лет слушали о поучении, наставлении и никак не могли вместить все это до конца в свое сердце, в свой ум. И вот по крестных страданиях смерти Голгофской и воскресении Иисус является и Марии Мадолине, и Петро, и Луке с Крёпой, а остальные все не верят. Кажется, им все это сок, кажется, все закончилось. Их апостольская жизнь, жизнь учеников Великого Христа. И это является, наконец, умным всеми вместе, забравшимся. И любовно, по-отенчески укоряет. Ну что же вы такие маломерные? Ну что же вы не видите? Ведь все было сказано, все было рассказано, все было показано вам. На все пророчества было указано. И вот одно явление, и другое. Ну что же вы такие жестокосердные? И вот явление Христа Воскресшего, неразновение десницы Фомы, дымящийся костер на берегу Тевриатского моря, рыбы печеной части, хлеб преломленный Иисус, удостоверяют в истинности событий Воскресения Христа. И вот на протяжении, смотрите, сорока дней он наставлял своих учеников в крепости мира. И потом он выводит их из Вифании, и как бы давая последнее наставление, начинает подниматься от земли на небо. И они преисполнены радости, восклицают то, что... Какие слова приходят на ум и на сердце. Но являются и ангелы. Во гласе трубном и говорят мужам израильности, вы чего здесь стоите? Они не могли разойтись, когда уже исчезло видение Спасителя. Все стояли и ждали чего-то. Куда-нибудь и так и было хорошо. Ведь тот Иисус, который от вас вознесся, придет снова судить весь мир. И вот вам, апостолам, нужно подготовить этот мир, изменить этот мир, просветить его, преобразить, сделать способным к принятию евангельского учения, евангельской истины, евангельской любви. Вот и мы с вами, просвещенные их трудами, сегодня собрались здесь, чтобы прославить нашего Господа и Спасителя, и Иисуса Христа. И хотя, казалось бы, в лице апостолов мы разлучаемся со Христом. Он от нас возносится, оставляет нас, но сердце наше не испытывает скорбь и печаль. Потому что есть обетование, есть обещание, что пошлет нам Господь и Нового Птешителя, Духа, истины, Который наставит нас на всякую истину и поведет именно туда, куда и взошел сегодня наш Спаситель Иисус Христос. Иисус Христос. А еще радость от того, что Господь от нас никогда теперь не отлучится, но будет пребывать неотступно, пускай невидимо, в нашем сердце, в нашем уме, в нашей жизни, но и деятельно и чувственно для нас. Более того, Он покрывает нас Своей благодатью настолько, что утешает всех боязлимых. Не бойтесь. А здесь с вами и никто же на вы. Какие вы скорби, болезни, препятия жизненные вы не потерпели, они не сильнее и не выше Бога. А значит, увы, наследники будущей жизни немножко потерпите, чуть-чуть, себя измените, этими скорбями очистите свой внутренний мир, чтобы стать драгоценным жертвам в очах Господних. Потому что и нам подобает зайти на небо не только душой, но и со своим телом. А значит, нужно трудиться очищать всемирно свою внешнюю и внутреннюю скляницу, чтобы стать достойным приятием нашего великого, дорогого и любимого Бога. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры. Спасибо. Многое и благая лето, всем обожденным и благая лето, Бога лето, Бога лето, Бога лето, Бога лето. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok